Добрый день еще раз дорогие друзья с вами Мария Карпинская я вам обещала в прошлый раз что обязательно позвоню и поговорю с главным конструктором программы Зеленый мир Анатолий Анатольевичем Подосинниковым который был генеральным конструктором во времена Советского Союза и был генеральным конструктором ВПК военно-промышленного комплекса всего Советского Союза ученик Побиска Кузнецова Анатолий Анатольевич он конечно прошел очень трудный путь потому что когда ВПК развалился он оказался вне дел но этот человек который никогда не останавливается и продолжает развиваться вопреки всему Он конечно тут вы услышите в разговоре и скромничает и пытается я ему говорю дай луч надежды он не дает его и я знаю почему он это делает нарочно он такой уже боится говорить что-то хорошее чтобы не сглазить как говорят но мы надеемся что этот разговор станет полезным еще раз новой надеждой для вас Потому что вот очень многие люди спрашивали о системе горизонт который позволяет и дома иметь и на стенах и на полу там и разного размера вот эти конструкции которые позволяют дома без земли с подсветкой и каким-то раствором выращивать любые зеленые овощи Вот сейчас он делает для Крыма запущен в Монино уже такой завод по производству сейчас секундочку что-то и бросили по производству этих вот горизонтов и они будут и для можно будет их покупать и в одиночку Вот он сказал дальше вы услышите как где и когда но это все после нового года и мы очень надеемся и у меня это появится этот горизонт но первое они там делают заказ большой для Крыма для эко поселений значит все таки он такой не хочет наперед что-то говорить и мы будем вы слушайте его но как говорят но слушайте что стоит за душой Потому что он может говорить немножко скептически что нет ничего не поменяется но на самом деле я-то подосинникова знаю лет это 20 и я знаю каким он раньше был и я чувствую изменения в его голосе и эти изменения такие несут некую веселость радость и это говорит о том что все таки положительные изменения начались не только в его кармане как он говорит но он же человек который Ну не живет ради того чтобы деньги зарабатывать он думает о стране он думает обо всей планете Земля он такой же как и я мы с ним Идем и несмотря ни на что продолжаем двигаться вперед у меня свои проекты у него свои проекты но наши проекты пересекаются и вот здесь вы услышите все что он говорит вот эти несколько минут и просто все поймете я вам желаю вот сейчас будет звонок в этом звонке вы услышите его голос услышите что он говорит будьте внимательны будьте внимательны Часто за скептицизмом стоит вот этот луч надежды вот и он конечно сейчас он такой скромный человек в этом плане раньше он мог хвастаться там все сейчас он изменился сильно Друзья прежде чем вам соединить вас и чтобы вы послушали о чем говорит Анатолий Анатольевич Подосильников который прошел от развала ВПК и перестал быть генеральным конструктором и собственно был безработным но на руках у него были только технологии его И вот был создан союз технологий 21 век который возглавлял Волк Игорь Петрович Волк Игорь Петрович ушел из жизни тоже очень жаль я опять дам ссылочку на эту страничку и я хочу вам прочесть стих который возможно вытащил Анатолия Анатольевича из того чтобы он остался живым и остался вот и невредимым Этот стих посвящен всем советским ученым но в том числе вот в первую очередь это Подосильникову Анатолию Анатольевичу Итак внимание послушайте Он как будто шагнул со страницы романа Космофлотский седой капитан Благороден, умен, без изъяна Он советский ученый, титан К черту уют и наживу К дьяволу лезть и обман Я всю жизнь положу на науку Для советских людей рай создам Погоди ухмыляться Иуда Что страну разорил и продал Мы тебе уготовили чудо Час рассвета в России настал Из великой российской мечты Он пришел исцелить нас от ран От невежества, лжи, суеты Космофлотский седой капитан Вот знаете, есть такое Я помню, когда Анатолий Это много лет было назад 2002 может Когда 18 лет назад То есть мы знакомы с ним Я уже не помню когда Нет, 2005 наверное И когда он вот этот стих прочел Он как бы его всего передернуло И вот этот стих и вел его Космофлотский седой капитан Он таким и остался Да, он прошел очень трудный путь Но он возвращается к нам И я думаю, что это и есть Начало рассвета Когда определенные люди Остаются живыми И двигаются в том направлении Несмотря ни на что Которое они избрали И он остался таковым Он не изменился Он не стал кем-то другим Он остался главным конструктором Итак, звоним Анатолию Анатольевичу Подосинникову Алло, Анатолий Алло, Анатолий, здравствуй Ага, здравствуй Слушай, Анатолий Я тебя прошу вот о чем Ну так как люди очень много спрашивают Я даже вчера сделала передачку Там сказала кое-чего тебе О горизонте они спрашивают Обо всем вот этих технологиях То ты, пожалуйста, обнадежь народ Скажи что-нибудь этакое Во-первых, кем ты сейчас работаешь Потому что ты мне говорил, я забыла Как работал, так и работаю Главным конструктором Нет, ну ты же сказал Тебя назначили вроде как Где-то куда-то, нет? От государства Нет, я сейчас работаю Цех поставил по горизонтам Так Цех поставил по микроизделению Дмитрове Дмитрове, да? Это на 110 тысяч упаковок В месяц примерно Не упаковок, а изделий в месяц Вот, это мощное производство Ну и Избран я в инженерную академию Вот, инженерную академию Ты избран Кем ты там избран? Я избран академиком Инженерной академии Академиком Инженерной академии Тебя избрали ученые, да И что это тебе дает И что это дает Знаешь что? Тебе первое, второе Вот людям Значит, что я могу сказать людям Тем, которые ждут этот горизонт И хотят купить Пушают самое Заявки пишут Не деньги платят Заявку пишут По количеству Чтобы я определился Так, заявки Подожди Там Или Там Или огурцы Или там Виноград Или там Подожди Подожди, Анатолий Вот самый дешевый горизонт Сколько будет стоить? Он в дому может стоять? В доме В квартире Как я попал Помнишь? Я не калькулировался Домашний горизонт Не калькулировал Такой горизонт Вот Который сейчас Крыму делаю Партию уже делаю Да На картофельном семеновозе Они сложные Просто картофельные Да Семенованные Мини-клубни Они стоят 75 тысяч Рублей Штука Трехметровая Трехметровая Они с подсветкой С автоматикой Там Некопроцессор Управления Там очень сложная Система Но попроще Они тысяч По 55 Будут стоить Понятно То есть можно Что люди Допустим Уже бы мне писали С собой связываются И набирают Полы заказов И спрашивают Что они хотят выращивать В каких условиях Какие у них Условия на улице То есть они хотят Горизонты есть на улице И в помещениях Они по-разному стоят Потому что в помещениях Это с искусственным Подсветом С автоматикой С подсветкой А на улице Это без подсветки Солнце работает Понимаешь? А где лучше? Наверное Дома Чтобы зимой Это росло Чтобы можно было Дома Можно Если квартира Более или менее Можно дома В идеальном размере Можно делать Разно Тенки можно вешать Чего надо Чего надо вешать Анатолий На стены можно вешать А Даже на стены Можно подвешивать Да Ну нет На деле Такие вот Концептуалы Разработаны Они просто на стенах Висят Вот друг на другом Такие вот Цилиндики Небольшие Да И они Удобные То есть Много места не занимают Зато Ну Удобные Машины Да Да Удобные Обслуженные То есть Скоро Можно будет Но заказывать Надо чтобы Не один заказывали А несколько штук Да То есть Партиями Можно и один Господи Подумаешь Можно Да А кто будет Привозить из Дмитрова Как ты говоришь Кто будет Горизонт в Монино Делается А В Монино Делается Отлично Горизонт Ты можешь Приехать Посмотреть Цех Через Ну Под Новый год Приехать Посмотреть Цех Производ Посмотреть Уже Все То есть Уже Горизонты Во все Делаются Скажи Мне У тебя А вот У тебя Дом У тебя Дома Есть Горизонт Или нет Например Нет еще То есть Надо подождать Немножко Да Понятно Я буду Буду Смотреть Приезжать Смотреть Пробовать Зелень Там Или что С Нового года А С Нового года Ну тогда лучше Я после Нового года К тебе приеду Ну это да Но это пока Изготовление Хочется Посмотреть Как это все Ну я помню Как это росло В институте Помнишь Да Там Я же видела Я пробовала Эту зелень Она чистая Очень Да Это первое Сейчас Вот По Микро зелени Прям Делаем И Надо будет Раскручивать Лучше Раскручивать Ну вот Я сейчас Анатолий Да Я уже Вторую передачу Послушай Я вторую передачу Делаю Вчера Я сделала Передачу И сказала О том Что вот Уже Какие-то изменения Подвижки Намечаются Видишь После Нового года Это все возможно У меня есть девушки Это тоже возможно Но Я сейчас Выполняю Контракт Крымский Купили землю Большие участки Это Будет Заместный Предприятие В Крымчатке У нас И будем Участвовать Будет Чтобы Предприятие А каким образом Я могу Подожди Каким образом Это уже Про свое А я Купили Купили Участие Земли На которых Я работаю Пусть начнется Проезд Да Да Приехал в Крым По контракту С миннообразованием И Япония Сейчас Экопоселение Будет делать В Башкирии Потом Там И в Казахстан Крае У него там 250 семей Скидываются Деньгами Ну Такие Старолеры Короче Вот И они Хотят Атономно Жить Понимаешь Ну на земле Короче Хотят жить Ну понятно Да Не пугаются Не пьют Не курят Понятно Ну Анатолий Я на земле Жить не хочу Сам понимаешь У меня дача есть Вот этого достаточно Но Каким образом Я могу В Крымском Проекте Поучаствовать Например Ты вот видишь Мое участие Будешь Получать Свою копеечку С информационных потоков Я же тебе говорил Об этом Нет Ты не говорил Все Да Здорово Это Деньгин развития Всей нашей корпорации Как бы Это Понимаешь Это Однозначно И мы будем Уже Следующий предприятие Делать Следующий предприятие Слушай Анатолий Скажи А вот то что Волк делал Союз технологий 21 век Это существует Или это Как бы Уже Нет Нет Еще нет Я его Как-то закрыл Так и закрыл Я его сделал Я его закрыл Понятно Там Заболосников Решил Власть Удрубировать Ну Удрубировал Кечатель Остался А все Проекты ушли Оттуда Понятно Но ты будешь Что-то Ты говоришь Корпорация Значит Ты будешь Делать Корпорацию Какую-то Да Сенсор Системных исследований У нас как было Так и осталось Сенсор Системных исследований Жеребин Там Генеральный директор Жеребин Я его знаю Да Хорошо Это все с этим понятно То есть с горизонтами Люди могут Просто у меня есть Одна женщина Которая хотела бы Этим даже Заниматься Распространением Да Делать Ну вышли куда угодно Хочешь на Мария Букс Хочешь на МПТ Да Так Анатолий Следующий вопрос Раз тебя избрали Академиком В Академию Как она называется Еще раз Международная академия Международная академия А какая академия Чего Сельского Инженерная А инженерная академия Что это тебе даст Потому что я вот уже Так начала верить Что у нас тут Все к лучшему Начинает меняться Нет в стране К лучшему Ничего не меняется Ну ладно Это не надо Уж так совсем Нет Ну я серьезно говорю А ты Начинаешь Сбиваться Не-не-не Ничего К лучшему Не меняется Даже не думать Ну как Вот тебя избрали Академиком Это же К лучшему Для тебя Мне лично Это к лучшему Лучше Да Тебе лучше Ну всем Никогда Лучше Не бывает У Китая У Зербов Могу Официальный Эксперт Там будут Деньги зарабатывать Вот чем Лучше Мне А так Инженерная Академия Дает только просто Дружесную связь Как всегда Ну да Понимаешь, да Ну да Обсуждение Проекты Проектирование И так далее Конечно, хорошо Ну конечно, хорошо Это не государство Это не государство Это общественная организация Кто людям дает Хоть какую-то надежду Да никакой надежды не дает Да ладно Перестань Ну у тебя же есть Нет Я серьезно тебе говорю Ну Сейчас Тотализация Это тоталитарный режим Ведет Тоталитарный Это вот тебе маску Одели Потому что Приучили тебя Что ты По щелчку Сразу Делал Ку Надевал На нос Чатал И Ладно Анатолий Я понимаю Я могу Хоть 10 масок Одеть Это меня не поменяет Я знаю Что тебя не поменяет Не поменяет Но Это же реальность Ну да Это реальность Но из этой реальности Вот у меня есть такое Я тебе помнишь Рассказывала Глобализация По определенному сценарию Ну да Жесточайшая глобализация То есть Ковид Он совершенно Не пришли руках Он совершенно безвредный Болезнь Кто-то Болел раньше Без ковида Кто-то умирал Без ковида И Говорят Вот Сколько ты умерших Там 10-20 тысяч Ну и что А сколько по статистике Умерших Другие года Было Да сколько же Не подожди Анатолий Ну ты же сам Переболел ковидом Ну ты Ты легко А я переболела А я переболела Серьезнее чем ты Я поняла Что разница Огромная По разному Нет извини Я такой слабости Не испытывала Никогда в жизни Я никогда Не испытывала Такой слабости Я вообще не смотрю Телевизор Ты что Какой телевизор Я ничего Не смотрю И все таки Анатолий У меня есть Надежда Вот Надежда Умирает Последней И у меня есть Надежда Что на самом Последнем шаге Все эти Если есть Какие-то Плохие планы Они провалятся И все таки На поверхность Выйдет Что-то хорошее И новые технологии Которые есть В России Вот там Говорит у тебя Японец Что он Харакири Сделал Да Ведь наши люди Очень изобретательны Вот Гольная Выдумки Хитра Как говорят У меня отец Был изобретателем Поэтому я люблю Изобретателей И мне кажется Что вот эти Новые изобретения Которые связаны Уже С новыми Технологиями Они все таки Как это сказать Победят И выпустят В мир Какую-то новую Психическую энергию Как мне вот Написала Одна ясновидящая И мир Начнет меняться В лучшую сторону Ну не сейчас Может быть Но через несколько лет Вот Я согласен Как стал Победить В свое время Через 500 лет Поймут Маркса Только через 500 лет Поймут Маркса Это он тебе так сказал Да Кстати Вот побес Кузнецова Он кто был Тоже Вот для людей Скажи пожалуйста Они не знают Даже Он был последним Главным конструктором Советского Союза Да Да Я его конечно знаю И труды его Ты же мне присылала Еще Щербакова по-моему Ты присылал мне труды Он присылал Нет Подожди Кого-то ты мне высылал И я читала Значит смотри На самом деле Ты остался жив Я осталась жива Да Вот мы прошли Такое пекло И остались живы Но это же не просто так Вот ты же все-таки веришь Что есть высший разум Ну бог типа Разум Ты веришь в это? Надеюсь И ты же должен понимать Что на каком-то этапе Вот это все проходило Не просто так И если мы остались живы Значит что-то Должно повернуться Руль должен повернуться В какую-то другую сторону Не кажется? Нет Что нет? Потому что реально Слово другое А ты знаешь Мне вот такое кажется Что ты специально так говоришь Для того чтобы ты говоришь так Что если случится что-то хорошее То будет Ну как скептик То будешь доволен А если будешь говорить Хорошее А случится хуже То будешь как бы недоволен Поэтому лучше говорить хуже Правильно? Я же чувствую В твоем голосе Я чувствую Что на самом деле Ты говоришь одно А подозреваешь Совсем другое В будущем Терекисте Пребрешено Например О том Сетейская работа Она называется Прелюдия Она закончена В прошлом году Вот она Определить будущее Да Вот Сейчас ты уже говоришь Правду Да Это нужно живым Понимаешь? Это нужно живым Да Ну я думаю Что если вы закончили Все эти проектные Назовем работы Вот такие подготовительные То следующий этап Он какой уже? Внедрение Да Некого Начнется Да Согласен Да Ну Внедрение Или в Китае Будет Или в Сербии Или там В Белоруссии Но не в России Потому что в России Нет условий Внедрение Нет пока Да Это будет развиваться Однозначно Ну смотри Ведь ты же живешь Не только ради Зарабатывания денег Да Ты же это делаешь Для каких-то Своих других целей Правильно? Более больших Ну Анатолий Все что я делаю Я что же делаю Не для себя Мне как бы Для себя не интересно Я пришла с миссией сюда И я ее хочу Здесь завершить И пока я это не сделаю Я с этой земли Не шагу А потом освободиться И в эту круг Сансары Больше не попадать Ну Что Ну ты же тоже Хочешь что-то сделать Ты же все равно Тебя по голосу Я слышу Что тебя мучают Я сделал Мне не надо Больше ничего не наблюдать Я уже сделал столько Что на Сотки института Потому что Сенский хватит А 20 лет работаю А то и на 100 лет Значит осталось Только Вот Возможности Да Смотри В Индии есть такое понятие Рудра Человек Рудра Рудракша То есть как бы Вот это Шива Даже Бог Проходил такой Ну период И носят они Рудракши на руках То есть это некое Семечко Дерево Которое может Лежать тысячу лет Но достаточно Бросить в землю Вырастает большое дерево Вот Вот то что ты сделал Это все Рудра называется Это Рудра Да А куда же деваться У нас все равно Живут эти высокие Стремления Разве можно их убить Скажи мне Их же невозможно убить Поэтому он Дальше продолжает Товарищ Виль Пройдет она Демократия И властность И не спрямь Это должна Тогда быть может КГБ Запишет Наши Да Ну да Запишут Я тебе хочу сказать Что я тоже наблюдаю Внутри Понимаю Идут какие-то Рассветы Да небольшие И на внешнем плане Тоже какие-то С одной стороны Как бы Таталитарность А с другой стороны Кому-то Дорогу открывают Кому-то Закрывают Вот И я думаю Что новым технологиям Под Только Все-таки Наверное Под какой-то крышей Будут открывать Путь Ну ладно Я поняла Почему ты так говоришь Ну да А чего у тебя Голос такой Вот изменился Ведь у тебя стал Подожди У нас делается Вне государства Ну пока да Причем Просто ни при чем Понятно А потом Поменяется что-то И это может стать Частью Государства Народа Чего угодно Ну может это начнется С Белоруссии Или там Сербии А потом Это вообще Распределение А это чисто Технологическая экспансия Это здесь Государственное отношение Не имеет То есть Привез технологию Она пошла гулять Тот же Горизонт И он пошел Гулять И пошел Закрадывать Территорию Ну да Не важно чьи Планета Земля Наш мир Планета Земля Момент наступает Когда Уже люди Особождаются От обузы Покупать Фрукты Овощи Там Ягоды В магазинах А они Берут это Делать У себя Дома И это делается Легко Просто Не надо Вот как На огороде Там Ботрачить Извиняюсь Без мотыги Без лопаты Без мотыги Без лопаты И на маленьком Участке Вырастает Много помидор Много картошки Много всего То есть Бросил Подсветка Вода А сама На воде Там же нет земли Да Там нет земли По моему Я же помню Земли нет Все это растет Все Ты берешь Абсолютно Чистая Ведь земля Сейчас зараженная Там какие-то Червяки Там какие-то Паразиты Надо все время Что-то это делать Я-то знаю Что Анатолий У меня второй Год дачи Я уже не знаю Что делать Потому что Это ужас Конечно И честно Говорю Что я не приспособлена Для земли Вообще Вот Да Я к этому Надеюсь Что появятся Биороботы Я выпущу их На свою дачу Пусть они там Работают Он просто Должен Роботы Свою установку Или свой комплекс Должен Присматривать Должен Как бы Бензином Заправлять Как бы Удивный мобиль А он Только Да Установка Бензином А да Должен Ввести Соли Какой-то Пропорции А То есть Ее периодически Надо заправлять А как часто В две недели Там Ну В две недели Раз Это можно То есть Каждый человек Может В две недели Раз Там Перезаправиться Ну Я Во-первых У семьи В среднем Это 20 минут В сутки Одна машина Ну да Ну чё ж Я вот тоже Такую установку Хочу Естественно Я вообще Хочу Все Чтобы делали Машины Роботы А я не могу Вот мне земля Ну как Земля ковыряться И стоять Я не могу Просто Ну я Ну я тоже Надеюсь Ну давай Ещё Дай мне Луч Надежды Такой Сверкни Лучом Надежды Подосейников Анатолий Анатольевич Ну сверкни Нет Верь Это другое Ты надеждой Мне Освети Дорогу Да я уже Переболела У меня Антитела Есть Не переживай Ты тоже Переболел У тебя тоже Есть Антитела Ну Ладно Смотри Я Приветствую Тебя Мне Сейчас Срочно Нужно Готовить Обед Для ребенка Он сейчас За школу Пробежит Всё понятно У тебя Домашние Ещё и дела К тому же Ну ты же У нас Дома Хозяин Помимо Всего Молодец Молодец Ещё Ты рассказываешь Какой ты молодец Учти Всё что ты говорил Всё это Выйдет в эфир Ну и слава богу Ну и слава богу Всё Итак С нами Разговаривал Внимание В прямом эфире Был Анатолий Анатольевич Подосинников Главный Конструктор Чего Теперь Он и конструктор Программы Зелёный мир По созданию Зон Пририжающего Развища Всё Понятно Всё Давай Чисти Свою Картошку Пока Пока Может Приеду До Нового Года Давай Пока Давай